Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 187. События дня. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. 16 июня 2016 года. Оксана слышит. Прошу молитву ваших в испытаниях, которые посылает мне Господь. Слава Христу Оксана. Да поможет вам Господь Оксана. Да услышит молитву нашу и вашу. Константин Фомин. Здравствуйте, Игнатий. Регулярно смотрим всей семье ваши ролики. Хочу задать вам один вопрос. Как вы относитесь к Льву Николаевичу Толстому? Недавно прочитал две его книги из 90-томного издания. На каждый день. Первая и вторая части. На каждый день. Книга для ежедневного чтения. Составленная Толстым на основе его миросозерцания. Жизненное понимание Толстого с разных сторон подтверждается мыслями древних и новых мыслителей разных народов. Цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные словесные переводы писателей, а в том, чтобы, воспользовавшись великими плодотворными мыслями разных писателей, дать большому числу читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающего лучшие мысли и чувства, писал Толстой. Все эти мудрые мысли содержатся в 43-44 томах. Прекрасно все это сказано. Я издавал в свое время на пленке, насчитывал «О тьмы к свету» и брал его рассказы. Сейчас я, не знаю, кажется, в 16 томе было, но не разное издание. Много ли человеку земли нужно, там это и о жадности, и такие вот на евангельские как бы сюжеты. Тем более он брал «Жития святых» и показывал, как бы перерабатывал, или как назвать. Крылов писал, Иван Андреевич, а много брал из изопа и переводил. Более доступным делал. Значит, это допускается. Но конечная цель какая? К отношению к самому Толстому. Как относится к Толстому? Как к еретику. К злейшему еретику. Просто дьявольскому еретику он полностью отвергал священное писание. Брал только Нагорную проповедь, и то толковал по-своему. И нашел там французского одного толкователя, Льюис какой-то, так кажется его звать. И теперь от него все брал. С тех святых отцов отрицал. Бога, как личность, которую можно молиться и получать ответ, отрицал. Бога, как на винасть, Библия, отрицал. Божество Христа отрицал. Непорочное зачатие Девы Бории отрицал. Символ веры не признавал. То есть ничего нет. Он еретик из еретиков. Ну и толстовство. Столько на этой земле как дело устроится. И в его понимании. Его понимании. А не то, что он сравнивал Писание. Как я могу о нем говорить, если он совершенно не имел веры в Бога. Троицу отрицал. Причастие отрицал. Богослужение отрицал. Священство отрицал. То есть ничего нет. Ничего. Сдурел старик. Глыба. У нас говорили глызы. Глызы это замерзшие после коровы на улице. Нет ничего там. А добрые мысли взять можно оттуда. Он брал. Готовое брал. Перерабатывал. Имеет талант. Ну. Ну а дальше как жил? Ну как жил? Блудил. Он говорит. По женской линии я был неутомим. То есть не стой Пушкина. Не пропускал ни одной кухарки. Он ни в чем не был примером. И дальше все раздать, отдать, раздать. Не раздал и не отдал. Там Софья Андрея держала крепко все в руках. И наконец бежала из дома. Он видел несоответствие того, что он говорит. Тому, что у него есть. А теперь его церковь Анафеме предала незаконно. Куприн напишет еще Анафема. Как бы рассказ. Ничего этого не было. Ну даже если было. Еще меняет. Вы спрашиваете отношение к нему. К человеку отношусь к этому. С жалостью. У него сестра была Мария, монахиня. И она спрашивала, можно ли за него молиться после его смерти. Ну ответил Лоптинский старый. Сейчас я не могу ошибиться. Анатолий Лихтошев. Можно. В келейной домашней молитве. Она о нем беспокоилась. Он не верил в загробную жизнь. Существование человека после смерти. В искупительную жертву Христа не верил. Ну что к этому можно... То есть нет той точки, где он его... То есть это ни в одной ереси этого нету. То есть он был хуже даже свидетелей Югова. А эти вообще сатанисты. Все отрицают. Никакие они не верующие. Ну и что можно сказать? И куда это идет? Да, непротивление злу насилием он понимал правильно. Понимал. Не потому что я так понимаю, а одобряю. По слову Божию. Ну как он его понимал? Вот так. Считать можно. Все. Я считаю. Смотрю фильмы, которые ставят. Особенно Крейсера Соната. Я даю очень высокую оценку. Без его послесловия. Это послесловие даже в руки не брать. А вот именно как оно есть. Понятие о семейной жизни. Видеть. Мудрая мысль содержится. Да. Мудрая мысль. Но мудрость твоя знания сбили тебя с пути. Писание говорит. Ну вот показать, что у нас есть. Форум. Вот наш форум какой. 1592, кажется. Темы. Две темы. Вот. И на моем мире. Вот здесь. Вот. Что-то не нашел. Что-то промелькнуло сегодня. Так не нашел. Там Александр Марьясов. Не удовольствие высказал, что я сказал о Гитлере. Там что размышления. Но это мои размышления. Я же не оправдываю его нисколько. Нет. Я говорю о гениальности его. Меня интересовало всегда его переживание тайное. Не переживание. Меня не интересовало Ленин никогда. Я знал это. Человек разрушивший Россию. А тот восстановивший. Разница большая. Из развалин поднять страну. Обыкновенный капрал. Ну вот эти-то места-то можно взять. Не так, что он Гитлер. Он затеял войну. Но у него выхода-то не было. Через две недели Сталин готовился на пасть. Считайте Виктора Резуна-Суворова. Абсолютно точно. У него выхода-то не было на пасть. Ну а дальше подряд все. Чем это все закончилось. Я знаю, больше никто так не может делать. Благословен Господь. Избивают меня тут. Не дают говорить. Прости Господи. Вязан в двери. Великий Господь показывает, что мы можем взять самое доброе. Вот самое доброе. Забудем все о войне, обо всем. Страну поднял из развалин. Когда всюду были запреты. Нельзя. Из развалин. Какая была инфляция, безработица. Вот дайте такого правителя сейчас в стране. Он не гнал своих крестьян, он не раскулачивал. 10 миллионов лучших тружеников земли не уничтожал, как Сталин. Но Сталина спокойно переносит. За каждого убитого немца по 6 заплатили. По 6 русских. Это самая позорная война была, как Солженицын говорит. Ну вот это возьмите. Обыкновенный капрал. Его именно любили. Он пришел не переворотом. Не бандит какой-то встал. Его никто так не называл. Это не Сталин, который грабил людей. Чего же это про это-то не говорить-то? Я просто говорю, что вот это доброе качество было. Вот по этот момент и взять. А там был. Он во всем был прав, был бы, если Бога не был. Но как Бог есть, то Гитлер это дьявол в образе человека. Я же там говорю. На меня нападать не надо здесь. Я беру только то, что есть. Ни одного крестьянина он не раскулачил. И пришел путем выборов. В советское это время путем выборов-то ни один не приходил без обмана. А там именно каждый голос был подсчитан. И набирал и набирал голоса. Ну а дальше-то что пошло уже? Это я и в пайне беру. Я беру момент переживаний, когда все пошло не так, как он думал. Почему? Уничтожить христианство? А Нерба там что там какая называет это? По разных колдунов искал. Это удивительно. Куда пошел человек? Гиммлер его там, Борман, что они делали? Это ужасно просто. Слышать ужасно. Что они делали с евреями? Я про это говорил. Это была его смерть. Эти слова нельзя отбрасывать. Я рассматриваю во свете Библии все. И меня интересует именно переживание человека. Пришел ли он к раскаянию? Когда увидел, что идет не так. Так вот, Сталинград он не любил. Слышит даже об этом после этого. Ну и ясно дело, как к нему относятся евреи. Тут все объяснимо. Меня интересовало только одно. Как он внутри себя переживал душа. Душа в человеке. Нас интересует Иуда, предавший Христа. Да, много об этом пишут. Митрополит Григорий. Что Иуда ответил предательством на предательство. Первое предательство Христос сделал. Он на предательство Христа ответил своим предательством. Почему? Христос предал его интересы. Ради чего он жил. Он старался быть. Иначе казначеем бы не поставили. Министром финансов, так сказать. Вот эти переживания его старались люди изобразить, понять. Вот метрополит правильно понял. Я здесь хочу узнать переживания. Наконец нашелся секретарша, пишет о нем, какой он был Гитлер. В человеческой, про обыкновенной жизни-то. Просто в семейной, так сказать. И она пишет его наклонности к женщинам. Он не менял там, как Берия Сталин. Не было у него ни одной женщины. Это все обман. А то Криптор, там, войну. Он герой войны первой. Ну, не было дальше. Так к нему как бы относились? Как к человеку, который воевал достойно. О немецком народе заботился-то. Ну, а дальше-то говорить не надо. Я бы говорю, дьявол в образе человека. И вот вся характеристика. Когда он начал уничтожать людей. Меня интересует именно переживание. Пришел ли он к Богу. Понял ли он, что никто по сравнению с тем, что Бог дал. И вот Александр Македонский. И, наконец, Майкл Буттон какой. Нашелся и прошел все те места, где он по воде переходил. Где насыпи делал. Какие люди были. Персия. А зачем нужно? Интересно. Какой он был. Как уничтожал самых близких людей. Это его биография. Биография по сохранившимся данным, легендам и прочее. Это интересно. И он прошел все места до самой Индии. Ну и теперь будем судить. Вот Персия считает, что это был дьявол. Дьявол с рогами. Но они так считают. А мы знаем, это был человек, который, конечно, до Христа еще далеко. Не знал он его. Как его встречали в Иерусалиме. Что он думал. Меня это интересует. Сталин ничего этого не думал. Подряд уничтожал. Всех. Гитлер уничтожал подряд. Нет. Раскулачил. Нет. Их даже сравнивать нельзя. Этот из-за разрухи поднял. А этот готовое государство российское. Уничтожили его буквально. Сделали врагом всему миру. Я только то говорю, что мысли какие были и чем это закончилось. Ни одного одобрительного слова. И в адресе я не говорил. И что там говорить. У меня три родные дяди. Было всего. Все погибли на тройке. Вот. Дяди мои погибли там. Отец пришел без руки из войны. Вот. Звонят. Узнают, как это. Слава Иисусу Христу. Так что, Александр. Будьте спокойны. Ничего тут я не сказал. Противоречившего. Ни священного писания. Нигде. Нет. И тем более. Гитлер. Я не верю в то, что он там был. Сам себя застрелил и прочее. Сегодня уже все доказано. Это где он был. Это Господь послал в бич. Мы должны также разбирать. Вот. Был. Тамерлан. Был. Атила. Аларих. Наполеон. И что мы рассматриваем. И ставят фильмы. И никто не умирает от страха. Про Наполеона ставят настоящие фильмы. И он пришел до России. И этот пришел. Дальше ушел. Меня интересует только переживание его. Когда пошло все не так. Вас не интересует это. А меня это интересует. Почему? Это душа человека. В большем масштабе это невозможно. А в меньшем может быть. Когда человек отступит от Бога. Все делает не так. И наконец. Все не так. И вот это теперь накладывается. Это мои рассуждения. Мысли. Я видел. Что говорят. Не расположены к нему. Меня интересует просто это. Интересует. Это душа человека. Как люди говорят. А что у меня общее с ним? Зато он говорит. Все общее. Земля общее. Небо общее. Говорит о беретиках. Говорит о брате. Которые не так. Все общее. Общее с Арией. Со всеми беретиками общее есть. Мы так же умираем. Это общая могила. Общая могила. Но теперь в этом надо рассмотреть. Так предвзято судить то, что я говорю. Это неверно. Неверно. Мы должны избрать доброе. А что такое Будда? А что такое Магомед? В Магомеде ничего не видят доброго. Я ни одного слова у Данила Сысова не нашел о Мухаммаде, чтобы он сказал доброе. А там доброго было море доброго. Мы до сегодняшнего дня до этого не дошли. Самая такая сегодня взрывная книга, которая приводит к убийству и прочему, это Коран. Все, что доказано. Убей, убей, убей. Но ведь есть и другое. Намаз. Пятикратная молитва. Да в христианстве близко этого ничего нет. Ну, давайте дальше договорим-то. Он был любознательный, интересный. Интересный человек. Воинственный. Ну, доброе. Можно оттуда взять? А он-то с однослух брал, где что слышал. И теперь Джибраил. Какой Джибраил? Все показывают, что это злой дух какой-то был. Нашептал ему. Я говорю только о том, что меня интересует. Что у нас есть общее. Если бы монахи не сидели, а проповедовали, и он обратился, был православный. Два миллиарда православных было бы сегодня. Я ведь вот о чем говорю. А как я могу хвалить, когда у него 74 битвы было, и 72 только захватнические. Там грабить на дорогах. Никак я это не одобряю. Но у него было доброе. Он был ревностный. Ревность. По делу. Он заботился. А что он мстительные еврейские поселения уничтожал? Ну, почему говорить об этом? А дьявола это уничтожение. Ну, и христиане-то что делали? У папы римского ничего доброго не было. Неправда. Много было доброго. Но дальше к чему пришло? Надо расчленить. Налево, направо. Иначе зачем был бы суд? Суд-то разложит все. Я сегодня хочу все это увидеть. Но меня интересует только один человек, его переживания. Адольф Шикельгрубер. Я смотрел все фильмы. Что внутри его происходило? Как он это переносил? Наконец-то одна секретарша открыла. Как он смотрел отсутствующим взглядом. Как от всего отошел он. В это время со щенками только был. Любимую собаку отравил. Он понимал, все кончилось. Но понимал ли он, секретарь не говорит, что это от того, что он пошел против Бога. И Бог как, ну, Юлиан отступник был. Целые книги об этом пишут. И последние слова его, что он переживал. Там некогда переживать. Налетел Меркурий, ударил его и святой Меркурий. Это такой был праведник. Здесь никого не было. Он сидел, уже захватывает город, ждет это свое бандер оружие. Какое-то обещает, ничего этого нету. Все кончилось. Немецкий народ пропал. Он не достоин жить. Он не защитил себя. У него мысли об этом. Он дает завещание. Она ждала, что вот он будет сейчас каяться. Ничего подобного. Он был зациклен на своей идее. Я вот это говорю. Меня интересует только переживание. Так что, дорогой Александр Сергеевич, будьте спокойны. Я не фашист и не содействую ни фашизму, ни коммунизму. Это все из одного мешка от дьявола. Но это меч Божий, который пришел наказать. Все, которые раскулачили, грабили, репрессии делали. Все пошли на войну и все погибло. У Бога все вымерено. На всех хватит возмездия. И Гитлера рассматриваю ее только во свете Библии. Как талантливейшего человека и как сделавшегося в конце буквально дьяволом. Он за одного еврейского ребенка никогда не ответит. Я отвечу за свои слова на любом суде. Только переживания духовные его, когда началось крушение. Каялся он или не каялся. А не так, что нам натолкали в голову, у него только плохое. Нет, у него было такое, что ни одного правителя не было. Из развалин поднять страну. И до какого уровня поднять? Это вообще невозможно. Это был талантливый человек. И она говорит, как он заботился, говорил о них секретарше. Только и всего. На всем стою, говорит, и не могу иначе. Зо, считаю, он Кант и Них Андерс. Почему наши ролики в последнее время называются так? Что было событие дня вчерашнего? К нам приезжал Фроликов Роман Николаевич. И прожил он два с половиной дня. И пришлось его проводить домой вчера. Собирался, собирался тут. И до трассы тут машины нету. Кое-как Виктор, его там в мешок вещи сложили. Там видно, как они будут садиться. Я ролики это выставлю. Отвез до трассы. Это там 16-20 километров. Все, оказал их костюм, не взял и документы. Виктор вернулся, снова надевает на себя. И опять к нему поехал. И вот у меня первое было чувство, ему не разрешать приезжать. Первое. Я ему ответил, тебе не надо быть здесь. Ты в прошлом году не приехал. И все. Он допросился, просился, я разрешил. И меня Бог уже тут сразу остановил. Господь Бог. И пришлось его выправить через два с половиной дня. Такого еще не было. И постепенно я выставлять буду шесть роликов на это. Он трудиться совершенно не хочет и не может. Не может. Я нашел, что это одержимость бесовская. А что мне делать? Ничего нельзя сделать. Пока не будешь работать в поте лица. И тогда он стал говорить, что какой священник отправлял к какому его на отчитку. Его не стал крестить. Не знает даже отец Кирилл Игумен. Кирилл Сахаров на Берсеневке. Вот все это сошлось. И я увидел, что я был неправ, что разрешил ему приехать. И пришлось ему уехать. Уехать. С нежеланием. Он прямо никак не хотел. Ну, никак нельзя было. И все это будет в роликах показано. Мы сейчас молимся о нем, чтобы он доехал, благополучно было. Я ему программу дал, как трудиться в поте лица. Богу слава. Аллилуйя. Рецепт correта.